Да, как жить, чтобы не кэшбэк управлял тобой, а чтобы ты использовал кэшбэк? А давай-ка мы сделаем тебе кэшбэк зимой на пляжные товары. Так, ты бы не купил товар, но тут ты видишь кэшбэк и думаешь... Не окупится никогда, можно про это забыть просто. Я думала, где вы были вчера? Это иллюзорное чувство. На самом деле, каждый раз мне по-новому говорят. Понадобилась определенная категория, и можно получить этот кэшбэк. Первое, что вы делаете сейчас, это ставите галочку. Всем привет! У нас очередной подкаст «Портфельчик по Фрейду». Анастасия Маспан. Кандидат психологических наук, научный сотрудник Международной лаборатории позитивной психологии личности и мотивации Вышки, преподаватель Вышки МГУ и практикующий психолог. И я Дмитрий Ватаропин, финансовый аналитик. Сегодня мы хотим поговорить про кэшбэк, про его экономические стороны и психологические аспекты. И сразу, Ась, первый вопрос к тебе, прям сходу. Кэшбэк вообще как пишется? Через две «Е» или через «Э»? Я пишу через две «Э», потому что меня так телефон исправляет, и я уже поняла, как это работает. Это правильно. Я предложил бы начать с аспектов экономических. Вообще, в принципе, понять, что такое кэшбэк, как он строится, откуда появляются и какие взаимосвязи есть между сторонами этого явления. А потом мы уже перейдем к серьезным психологическим аспектам. Оказывается, кэшбэк – это очень важный инструмент в принятии личных финансовых решений. И очень популярный, как я понимаю. Супер популярный. То есть тема кэшбэка, скорее всего, касается каждого из нас. Дима, расскажи, что такое кэшбэк. Вот я в исследованиях смотрела, что вот кэшбэк по сравнению с другими формами стимулирования денежного и так далее, что это что-то особенное. А есть еще какие-то бонусные программы, которые не называются кэшбэком? Мы можем смотреть со стороны пользователя обычно, для которого это просто возврат денег. Возврат определенной части средств, которые он потратил в расчетный период. Но если мы посмотрим на это с точки зрения экономики, как вообще складывается эта экономика самого феномена, то здесь мы должны говорить как минимум о трех участвующих лицах. Первое – это, конечно, банк, который занимается эквайрингом карт. Второе – это торгово-сервисное предприятие, ну или, проще говоря, магазины, онлайн-магазины, офлайн-магазины, все, что принимает карты. Может быть, это услуги, не обязательно товары. И, конечно, третья часть – это потребитель. Вот у нас трилемма. Из этих трех участников и состоялся первый, можно так сказать, запуск самого процесса кэшбэка. Как все выглядит? Банк занимается эквайрингом, он выпускает аппараты, которые принимают карты, и передает его торгово-сервисному предприятию. Магазину, проще говоря. Магазин, да, давай магазин. Магазин, да. Просто у нас терминология профессиональная, ТСП – это уже такой принятый формат названия. Ну, хорошо, магазин. Банк выпускает торговый терминал, передает в магазину, и за то, что клиенты приходят в магазин и тратят деньги через карты, банк с магазина списывает определенное количество денег. Комиссию. Как правило, это комиссия от 1 до 4%. В зависимости от объема бизнеса, там очень-очень много разных параметров. Почему это удобно и выгодно магазину? Потому что нет инкассации. Если к тебе забежит человек с пистолетом, в России это сложно представить, а вот в Штатах это прям настоящая реальность, то он ничего не сможет забрать с собой. Потому что все, что потратили по кредитным картам или по дебетовым картам, все находится уже сразу на твоем счете, расчетном, как юрлица. Это очень удобно, комфортно, и 1-4% – это зачастую ниже, чем стоимость инкассации. Поэтому это выгодно. С другой стороны, это получается, нужно всегда налоги платить. А вот в некоторых магазинчиках просят переводом на карту или наличными. Значит, что там какая-то вот другая система. Если это peer-to-peer, что называется, то есть физлицо к физлицу переводят за какие-то услуги, возможно, да. Но если мы говорим про торгово-сервисные предприятия, про магазины, ну практически все 99,9% работают в белую. Может быть не по объему, но по количеству транзакций точно. Поэтому я бы здесь не говорил, что это прям сильно важная вещь. Далее. Как вообще появился кэшбэк? В 1986 году в Штатах банк Морган Стэнли, очень известный крупный банк, вдруг понял, что люди не используют карточки для оплаты в магазинах, а снимают с них кэш и идут покупать, оплачивая кэши. Просто потому, что это было привычно. В моем родном городе это была такая же история. Я думаю, что года, наверное, до 2010-го всем было привычнее пойти и снимать наличность, а потом уже оплачивать вместо того, чтобы прийти в магазин и заплатить напрямую. Просто как-то поведенчески, опять же, не было привычно. И банк подумал, а как можно стимулировать людей на то, чтобы они тратили деньги с карт? Потому что это же удобно, зачем там постоянно мучиться с этой инкассацией? И, кроме того, это просто объемы бизнеса увеличивает сразу. И они придумали, что давайте им будем давать часть той комиссии, которую мы снимаем с магазинов. Вот мы с магазином берем, допустим, 2% за эквайринг, за то, что мы установили терминал, и он снимает деньги с карточек клиентов. А мы клиентам будем возвращать 1% от этой части. А с магазином как-нибудь договоримся. И объявляем об этом во всеуслышание, в виде маркетинга. Конечно, нам с тобой, как покупателям, что будет выгоднее? Получить скидку в 1% или снять кэш и заплатить 100%? Ну, конечно, получить скидку. Вот таким образом и появился кэшбэк. То есть его цель первичная – это переместить оборот из наличных денежных средств в формат оплаты безналичным образом. Ну, проще говоря, через карты. Но, как ты могла заметить, Ася, сейчас у нас поменялось все очень сильно. Сейчас кэшбэк, особенно в России, вот это тоже очень важный момент, который нужно здесь подчеркнуть, что в России уровень развития финансовых услуг очень высокий. Финтех у нас вообще номер один в мире. Ну, а просто качество и глубина и развитие остальных финансовых услуг точно входит в топ, наверное, 5 по всему миру. Так вот, у нас кэшбэк превратился из такой простенькой мотивационной вещи для перехода из наличного оборота в безналичный в серьезный маркетинговый продукт. И то, что мы сейчас видим, это развитие вот этих кэшбэк-каталогов, развитие уведомлений о определенном уровне кэшбэка, развитие всяких кэшбэк-акций, формата разного возврата, милями, бонусами, баллами. Говорят, в милях очень выгодно получать кэшбэк. Очень выгодно? Да, но многие говорят, что пользуются вот карточками, которые именно кэшбэк в милях, и потом можно оплачивать прям целые поездки. Но у меня здесь, знаешь, мне кажется, такой, не знаю, философско-этический вопрос. Вот у меня то же самое со сбором кукис. Вот такой же вопрос. Некоторые говорят, вот, это используют против нас, потом рекламируют продукты, которые нам не нужны, или кэшбэк, вот, они там присылают нам уведомления, пытаются как-то обмануть человека, что это маркетинговый ход. Но при этом потребитель же тоже получает какую-то выгоду, то есть если он может просто купить товар и не получить ничего, никакого бонуса, а здесь он может купить товар и получить бонус. Другой момент, что иногда, наверное, кто-то покупает ради бонуса. Я не знаю, это когда-нибудь делал покупки для того, чтобы получить большой кэшбэк. Да, сто процентов, да. Ну, потому что это выгодно. Не, я имею в виду, что так ты бы не купил товар, но тут ты видишь кэшбэк и думаешь, да ладно, он мне точно нужен. Вот это тот психологический аспект, о котором мы с тобой поговорим как раз после того, как разберем всю экономику. Но я бы тебе предложил поместить себя на место торгово-сервисного предприятия, магазина, извини. Мы с тобой, допустим, открываем магазин цветов. Абсолютно новый, никому неизвестный. Маленькая лавочка магазина цветов где-нибудь в спальном районе. На патриках. Ладно, да. Можно на патриках. Разницы большой не будет, для примера это будет понятно и так. Мы с тобой открываем этот магазин, и о нас никто не знает. Мы делаем яркую вывеску, это тоже, кстати, часть маркетинга, то есть привлечения клиентов, и что мы дальше можем делать? Мы с тобой можем оплатить рекламу и рекламироваться в медиаресурсах, чтобы к нам приходили. Либо с другой стороны, мы можем позвонить нашему банку, с которым у нас договор есть на эквайринг, и сказать, уважаемый банк, вот мы только открылись, и мы в принципе готовы делать клиентам большие скидки, просто чтобы к нам приходили, и наш бизнес рос. У нас есть маркетинг-бюджет, но мы готовы его перевести в скидки. Давай сделаем с тобой кэшбэк-акцию. Ты по своим картам делаешь кэшбэк в 20% на наши цветы, об этом уведомляешь всех своих клиентов, а мы им делаем эту скидку в 20% и продолжаем тебе платить комиссию за эквайринг. Так вот, откуда в приложении вот эти вот незнакомые какие-то компании, там и цветочные, продуктовые, там доставки, да не знаю, которые там 20% кэшбэк. И решается ведь очень просто. У нас есть бизнес, есть бюджетный маркетинг, и мы можем потратить его либо на рекламу, вывеску, там какие-нибудь ролики в медиа, либо можем сделать кэшбэк и таким образом привлекать клиентов. Так вот, если углубиться в исследование, то по отдельным видам бизнеса кэшбэк чуть ли не самый эффективный вариант для маркетингового продвижения. И здесь важный фактор – это банк, потому что мы с тобой захотим не абы какой банк взять, а банк с самой большой клиентской базой, чтобы о нас наибольшее количество клиентов узнало, или банк, который сильнее всего присутствует в медиаполе, то есть который обладает самой большой медийностью. Вот это то, что нам будет интересно. Поэтому мы не будем идти к банкам, второго, третьего уровня, мы пойдем к банкам первого уровня и будем им предлагать вот такие акции, а они с радостью будут составлять эти кэшбэк-каталоги, делать уведомления для своих карточных клиентов о том, что вот рядом с вами есть цветочный магазин, в котором есть скидка в 20%. Поэтому если посмотреть с этой стороны, то это выглядит уже как хороший экономический инструмент. Это если мы смотрим, получается, на кэшбэк со стороны ТСП. Да, магазин. Со стороны магазина. Но банк, получается, тоже не особо что-то теряет, потому что комиссии эквайринга все равно больше. Банку это тоже может быть интересно. И вот как раз следующая стадия эволюции кэшбэка, наверное, уже даже не первая, а вторая, это то, что кэшбэк может быть интересен и самим банком. За счет кэшбэка можно неплохо так пропиариться, во-первых. То есть можно использовать какие-нибудь громкие скидки на цветы на 20% или, скажем, кэшбэк 50% на книги, на автомобили, может быть. Просто использовать это в рекламе, как громкий-громкий слоган. Это круто. Это привлечет внимание как минимум. Второй момент. Можно привлечь средства. То есть если мы с тобой запускаем какой-то очень классный кэшбэк, на дебетовые карты, то есть на карты, на которых хранятся деньги самих клиентов, то мы в какой-то момент можем получить очень серьезный денежный поток в наш банк, потому что люди будут пригонять нам деньги, чтобы расплатиться и получить этот кэшбэк. Но, как правило, когда человек расплачивается картой, деньги мы можем не сразу перечислять в торгово-сервисном предприятии, в магазин, а какое-то время держать на своих балансах. Нам это выгодно? Выгодно. И есть еще кредитные карты. Если траты будут по кредитным картам с целью получить кэшбэк, то это увеличивает кредитные линии клиентов, то есть выбранную кредитную линию внутри выданного лимита, а это увеличивает активы банка. Ну и, как правило, увеличивает общий уровень выручки. Поэтому банкам в какой-то момент, банки осознали, что это тоже выгодно, оказывается. И они начали очень активно использовать кэшбэк в своих маркинговых материалах, в том, чтобы получить так называемый юзер-экспириенс, то есть в обратную сторону получить от клиентов запрос на то, а что и где бы мы хотели потратить деньги. Ну и, конечно, это работа с магазинами напрямую, когда можно подключать новые точки к эквайрингу и говорить о том, что, ребят, мы подключим вас, сделаем вам рекламу через кэшбэк-каталоги, и к вам придет море клиентов. Знаешь, я чувствую здесь такой переход в плане того, что не может быть такое, что ситуация выгодна всем, и получается кэшбэк выгоден банкам, кэшбэк выгоден ТСП магазинам, кому-то он может быть невыгоден. Вопрос. Насколько он выгоден потребителям вот с точки зрения экономики? Это как раз краеугольный вопрос кэшбэка. Есть убытки, которые мы видим сразу. Если я вложил в акции 100 рублей, она упала на 3%, я забрал обратно 97 рублей, я понимаю, что мой убыток 3 рубля. А если я, допустим, вложил деньги в акцию, 100 рублей, произошла инфляция за год в 10%, но акция осталась на том же месте. Обратно я забрал 100 рублей, но покупательская способность моих денег снизилась на 10%, и это 90 рублей. Вот этот убыток, я его не вижу. Он есть, но он скрытый. Вот с кэшбэком, ровным счетом, такая же история. Здесь эффект так называемой обратной дискриминации. То есть, поскольку кэшбэк в России, по крайней мере, стал явлением повсеместным, массовым, абсолютно массовым, то страдают те, кто им не пользуется. Если у тебя нет кэшбэка хотя бы минимального в процент, в полтора процента, и ты платишь за товар 100%, то ты как бы в невыгодной для себя ситуации. Но опять же вопрос, сколько ты тратишь? Если ты миллиардер, а тратишь в месяц 100 тысяч рублей, ну какая тебе разница? Ну не получил ты процент-полтора. Не особо повлияет. Но вот если ты многодетная семья с достатком ниже среднего, и недополучаешь полтора процента на свои траты, это может быть серьезной частью семейного бюджета. Поэтому вот эта обратная дискриминация приводит к тому, что есть слои, которые от этого страдают. Но вопрос, насколько сильно страдают? 1%-полтора процента трат можно экономить и в простой жизни. Банальный пример. Депозиты. Вот сейчас у нас есть возможность открывать накопительные счета под 19%. Высоченные ставки. Если пересчитать на месяц, это у нас получается чуть больше полутора процентов. Просто отложив покупку на один месяц, разместив деньги на накопительном счету, ты получишь полтора процента. То есть тот же самый эффект выгоды, как от кэшбэка. А если еще при этом используешь кэшбэк, это уже будет 3%. В целом, можно сказать, что такой механизм, он будет выгоден большинству. Но здесь еще вопрос, если мы возвращаемся к маркетинговым, маркетинговым... у которой, например, нет кэшбэка, и по идее семья, у которой нет кэшбэка, автоматически проигрывает, потому что она получает меньше полутора процентов. Но, например, когда они идут в магазин, они, может быть, не купят какие-то товары, как если купит семья, которая, о, кэшбэк, надо брать. Хотя это может быть такая мгновенная покупка без какого-то осмысления того, действительно ли мне нужна эта вещь. Да, да. Это вот еще один психологический аспект, что импульсивный трат, импульсивность трат становится гораздо больше. Повышается, да. Да, да. Безусловно. Но это вот та часть уже не экономики, а психологических аспектов. И я думаю, что никто не рассчитывает на повышение импульсивности трат, ну, может, кроме банков, в перспективе внедрения кэшбэка. То есть банк может быть на уровне большой, огромной корпорации, у которой несколько миллионов клиентов, которая представляет из себя какую-то мега-компанию. Она может сказать о том, что давайте внедрять кэшбэк для того, чтобы повысить импульсивность трат, чтобы мы больше зарабатывали на транзакциях. Но в целом это очень слабо измеряемый эффект. То есть нельзя сказать, что импульсивность растет в два, в три раза. Нет, там 20-30 процентов, не более того. Вот как раз американский Forbes измерял импульсивность трат. Ну, что-то там люди... Ну, мне кажется, 20-30 процентов, если мы смотрим на массовость этого эффекта, это вообще достаточно значимый эффект. Это не то, чтобы у тебя бизнес вырос на 20-30 процентов. Это на выручку перекладывается, ну, очень упосредственно. То есть если у тебя клиенты начнут тратить на 20-30 процентов больше по картам, это не значит, что твоя выручка от этих транзакций вырастет на 20-30 процентов. Скорее всего, там она вырастет не так сильно. Но непредсказуемость такого действия, она больше. Есть там факторы, которые больше влияют. Допустим, зарплата, инфляция и все остальное. Поэтому тут я бы не сказал, что это прямо то, что интересует. Еще есть один экономический аспект кэшбэка, вот где может быть заинтересованность чья-то. Это мили. Это, вернее, правильнее сказать, любая альтернативная валюта. Мили – это тоже валюта. Мили – спасибо. Баллы, бонусы и так далее. Вот когда банк предлагает кэшбэк в виде не прямых возвратов денег, а в виде вот этих вариантов валюты, здесь, конечно, есть вопросы. Банку легче устанавливать курс обмена между рублем и вот этими баллами, бонусами, милями и так далее. Сегодня один балл – один рубль, а завтра один балл – это полрубля. И предсказуемость кэшбэка, предсказуемость такого возврата, она, конечно, ставится под большой вопрос. Кроме того, есть еще одна фишка у банков. Они могут лимитировать выплаты снизу и сверху. Если тратьте, но получите кэшбэк не более 500 рублей, или там кэшбэк выплачивается только от суммы в 1000-1500 рублей и так далее. Поэтому да, это все хитрости, которые есть. Это все усложняет расчеты. Вот здесь зарыт скрытый интерес банков, конечно. Банки могут, варьируя эти все нюансы, забирать себе чуть больше. Я предлагаю сейчас обсудить тогда психологические механизмы кэшбэка и потом еще вернуться к вопросу, а может ли каждый человек навариться на кэшбэке? Давай, давай. Может быть, есть какие-то лайфхаки, да, 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 как использовать кэшбэк себе во благо. На самом деле, кэшбэк там очень простая у него психология, то есть это идет по принципу моментального удовлетворения. То есть мы здесь рассматриваем не бонусные всякие системы, вот с милями и так далее, вот это вот уже сложнее. А когда кэшбэк, знаешь, во многих приложениях сейчас прям под покупкой пишут плюс, и там вот сумма, которую вы получаете за эту покупку. Или там, например, прогнозируемый кэшбэк за этот месяц, вы получите столько-то денег до такого-то числа. И, конечно, мгновенное удовлетворение, в отличие от других вознаграждений, баллы, мили и так далее, возвращение сразу же денег в кошелек покупателя. И это очень простая система, которая понятна и, конечно, которая радует. То есть вот это вот чувство моментальной выгоды, это очень сильный психологический стимул. И понятное дело, что если я могу купить без какого-то поощрения, а здесь такое позитивное подкрепление вообще, это, по сути, бихевиоризм. То есть вот это вот направление психологии по принципу стимул-реакции и поощряют мою покупку, так ещё и поощряют мгновенно. И в целом, на самом деле, в психологии поощрения гораздо лучше работает поощрение, которое идёт сразу, мгновенно, чем когда-то там потом, я уже могу про это забыть. Вот, поэтому здесь ещё прямая вот такая отдача от этой покупки. То есть это не какой-то там бонусный кошелёк, ещё что-то. Это просто сразу же деньги, которые мне возвращаются, что символизирует о такой выгоде, которая, ну, может быть, мнимая, не мнимая. Это мы сейчас ещё узнаем. Да, позитивные эмоции. Собственно, ну, всегда приятно получать бонусы, поощрения. То есть я купил, меня за это похвалили тем, что мне дали денежку, значит, мне нужно ещё больше тратить, покупать, чтобы ещё больше денежек получать. Вот, и в целом это очень простая, понятная система. То есть мне кажется, все вот сейчас кэшбэки настолько удобно стало. В любое приложение зайдёшь, а ещё же можно выбрать на каждый месяц кэшбэк. То есть это всё для тебя, для покупателя. С такой заботой безумной от банка он идёт на такие жертвы для того, чтобы ты получил больше выгоды. Вот это мне нравится сейчас практически, по-моему, во всех банках 1% на все покупки. Но это как будто бы и уравнивает большинство потребителей. То есть если у всех 1%. Был запрос на простое решение. Многим, таким, как я, допустим, нет времени разбираться в этих категориях покупок. А вот то, о чём мы с тобой говорили, о том, что банки могут хитрить и торгово-сервисные предприятия, они могут не только лимитировать выплаты или там ставить свои баллы, мили и так далее, но и сказать, что а давай-ка мы сделаем тебе кэшбэк зимой на пляжные товары. Или там, допустим, летом на круизы. То есть они могут очень странные категории выбирать. И есть даже куча мемов, шуток про то, что там какие-то странные вообще истории. По кэшбэкам предлагают. На яхты. Да, тебе банк твой. Поэтому вроде как забота, но мне разбираться в этих категориях вообще не хочется. Мне хочется простое понимание, сколько я получу. Простой 1% на все покупки. Простой 1%, простой там 1,5%. Был запрос, его удовлетворили. И на самом деле, по поводу хакнуть, это в длинную, наиболее выгодный сценарий. Но там причём можно выбрать несколько категорий. Мне ещё нравится, что можно оценить, как вам категория в этом месяце. То есть если что сказать, что не нужно мне предлагать яхты на 10 тысяч рублей на карте, и ваши яхты, это выглядит просто смешно. Да, но в любом случае, то есть кэшбэк, он как-то закрепляет вообще наше поведение. То есть вот эти вот мгновенные вознаграждения, они говорят нам о том, что нам нужно продолжать покупать, продолжать пользоваться именно этой карточкой, а иногда именно в этих магазинах, что это будет выгоднее. И в целом вот по результатам исследования, ну 82%, там 19 тысяч человек опрашивали, мы потом, если что, прикрепим ссылки, 82% респондентов, они ориентируются при покупках на рекламах, на скидках, на кэшбэке, на выгодных предложениях. И, ну, мне кажется, это вообще достаточно мощный инструмент. Мощный инструмент. И здесь еще один психологический аспект есть, о котором говорят наши исследователи уже, о том, что у человека создается впечатление, эффект победителя, ну или эффект вот лучших условий, что когда человек заходит в интернет-магазин, вводит там какой-то промокод и получает скидку, ему кажется, что он берет что-то лучше, чем у всех остальных. То же самое с кэшбэком, что вот он успел, взял эту категорию, потратил тут денег, значит, он был лучше, чем остальные. Когда мы с тобой разбирали, что такое счастье и от чего человек получает серьезный такой положительный эмоциональный сюрплюс, плюс от того, что он ощущает не просто, что у него есть, а что у него есть больше, чем у соседа. И вот здесь кэшбэк позволяет почувствовать то же самое. Но это иллюзорное чувство, потому что такой же кэшбэк доступен многим. А если мы разбирали, что наиболее выгодный кэшбэк у медийных или крупных или больших банков, то именно такой же кэшбэк у огромной массы пользователей этих кредитных карт или дебетовых карт. То есть, по сути, кэшбэк просто говорит, это супервыгодно, нужно это брать. И человек такой думает, о, я могу получить больше за свои же деньги, ну, за эти же деньги я могу получить больше, и вот такой вот эффект провоцирует, что, конечно же, я это возьму. То есть, ты воспринимаешь, что я получаю какие-то дополнительные блага за эту покупку, поэтому лучше я ее сделаю. Бывает эффект такой, что я свои деньги держу, я их заработал честным трудом, кровью потом, и для меня ценность денег, она высокая. Поэтому то, что я покупаю, оно должно быть либо со скидкой, либо это должно по-настоящему быть ценным. И мне очень не хочется потом думать о том, что вот какой я дурак, я взял за 100 рублей, а можно было взять там за 98 рублей. Вот такой тоже эффект случается. Есть еще такая тема, что людям в целом больно расставаться с деньгами. И если здесь еще такую конфетку в виде кэшбэка, что ничего страшного, все в порядке, вы сейчас денег получите обратно, то тратить гораздо проще. И вот, мне кажется, на каком-то уровне там, ну, простых трат, то есть те, которые вот бытовые ежедневно совершаются, то действительно такое ощущение, что я получаю все больше и больше выгоды. Более того, сейчас уже есть эффект такой, что если тебе ничего не предлагают, то тебе это прям совсем не нравится. Кстати, вот тоже в тему связи с нашими там предыдущими исследованиями кэшбэк очень связан с… помнишь, мы с тобой говорили про избегание потерь или страх потерь? Да, страх потерь. Да, и вот здесь тоже такая история, что люди вот на вот эти вот возможные потери очень как бы негативно реагируют, негативнее, чем как если бы они позитивно на потенциальную выгоду среагировали. И получается здесь такой механизм, что а вдруг я сейчас этот кэшбэк, вот его лишусь, лучше я как бы его потрачу деньги, но зато получу кэшбэк. Хотя по идее нужно думать о том, что я сейчас потрачу эти деньги, мне страшно их тратить, но вот такое вот тоже сглаживание, что зато я получу. Потеря выгоды. Да, 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 потеря выгоды вот этой вот выгодной сделки. Еще один лимит со стороны банков – это временной лимит, то есть потратить до конца месяца, получи в следующем месяце, либо там те же самые мили сгорят у вас, если не потратите в определенный период, это тоже подначивает. Да, это тоже в тему еще импульсивности, и вообще вот система кэшбэка, она очень про предпочтение настоящего, то есть мне приходят уведомления, сделайте покупку там в ближайшую неделю, и я не думаю о том в долгосрочной перспективе, нужна мне эта покупка или нет. Сейчас есть такая возможность, от возможностей в целом сложно отказываться, вдруг они несут себе какие-то потенциальные выгоды, позитивные стороны. И поэтому вот импульсивно ты совершаешь эту покупку, получаешь этот кэшбэк. Вот. Ну, кэшбэк еще, безусловно, повышает лояльность потребителей и к банкам, и к каким-то сервисам. Я причем с этим сталкивалась даже на бытовом уровне, что, например, меня пытались склонить мои друзья к какому-то банку карточки, потому что там потрясающий кэшбэк, и они отказывались уходить в другой банк, потому что они говорили, нет, у меня очень хороший кэшбэк на этой карте, у меня там, не знаю, хорошая программа по милям, вот, и они оставались. И это сильный инструмент вообще такой, аркетик. У меня примерно такая же история была. У меня оставался кэшбэк, который висел в онлайн-банке, там какая-то сумма была, несколько тысяч рублей, но выплата должна быть отложена через месяц, через два. И я не закрывал счет в этом банке, потому что знал, что вот эта сумма, ну, как просто закрыть и потерять эти деньги, тоже глупо было бы. Поэтому, да, это очень-очень тонкий, хитрый ход. Ну, а можно ли как-то хакнуть эту систему? То есть вот если использовать кэшбэк для ежедневных покупок, может ли это как-то… Вот, кстати, знаешь еще про кэшбэк, иногда мы получаем действительно эти деньги, а иногда в некоторых приложениях кэшбэк можно потратить на что-то, например, там, на благотворительность. И вот я помню, что я пару месяцев использовала эту систему, действительно что-то перещелкивает, в том плане, что я когда покупаю, я уже не ориентируюсь на этот кэшбэк, потому что я понимаю, что эти деньги все равно уйдут не мне, а там, например, в какой-то фонд. И тогда мне нужно уже смотреть на саму сумму, а не на то, насколько выгодно это приложение или нет. По поводу хакнуть, ну, чаще всего я слышал эту историю раз пять, наверное, в своей жизни, что есть некий айтишник, знакомый, который занимается в том числе закупом оборудования и просто транзакции проводит через свою карту кэшбэка, берет в кассе наличку и пополняет обратно свою карту. А это законно? Я не склонен оценивать законность. Ну, смысл в том, что якобы кто-то достает деньги из бизнеса, если упрощать эту схему, проводит через кэшбэк-карту и деньги возвращает потом в бизнес через наличку или еще как-нибудь. Это очень сомнительно. Ну, да, я просто ни разу не встречал этого. Но действительно, если такая возможность есть проводить через свою карту большие объемы денег и при этом отчитываться без учета кэшбэка, то тогда, да, почему бы и нет. Там, не знаю, люди, ну, могут оплатить какие-то крупные банкеты, крупные праздники, где скидываются все потом на карту ему, а он еще сверху получает кэшбэк. Слушай, у меня такая история вот была буквально на этой неделе. Я уезжала с подругами в Калининград, и там была история про то, что я часто оплачивала свою карту просто потому, что она у меня была ближе. Мне в какой-то момент сказали, что, Ася, ты заберешь весь кэшбэк, и давай меняться, кто будет платить, потому что если постоянно плата проходит через твою карту, то кэшбэк, соответственно, идет тебе. Вот, это уже развитые экономически подкованные подруги. Ну, так есть, да. Но в реальности, конечно, все не так сладко выглядит. Почему? Банки, когда запускают любые кэшбэк-акции, они просчитывают до мельчайших подробностей. Финмодели просматриваются на предмет риска, на предмет выгоды, на предмет интереса со стороны клиентов. И, конечно, идут тесты до того, как запустить. А еще немаловажная часть, что после запуска, если есть какие-то ошибки, они все равно бывают не в каждой акции, но бывают, там, раз в квартал вылетает какой-то банк с какой-то ошибкой внутри программ лояльности вот этих, то исправляется все молниеносно, потому что можно ее идентифицировать очень-очень быстро. Везде сейчас механизированы эти системы, все это в компьютерах определяется, выпадают галочки, что не так случилось, и банк закрывает все лазейки. То есть тут очень-очень низкая вероятность, что получится что-то использовать. Но есть ряд общих правил, которыми можно пользоваться и сделать систему кэшбэков наиболее выгодной. Да, как жить, чтобы не кэшбэк управлял тобой, а чтобы ты использовал кэшбэк как инструмент для, не знаю, там, для того, чтобы стать миллиардером? В первую очередь нужно не попадать в область отрицательной дискриминации. Если говорить простым языком, нужно получать какой-то кэшбэк. Это да, это 100%. Если вы не получаете какой-то кэшбэк, то для вас жизнь на 1-1,5% минимум становится менее выгодной, чем для других. Это может быть не чувствительно сейчас, но если вы откладываете эти деньги, используете их в инвестициях, допустим, рационально экономите, то с течением времени это может быть уже существенная сумма. Может быть, не огромная, не миллионы, миллиарды, но существенная. Поэтому если вы не знаете, какую категорию кэшбэка выбрать, первое, что вы делаете сейчас, это ставите галочку «Все покупки». Далее. Я все-таки настаиваю, что лучше использовать простой кэшбэк возвратом денег. Баллы, мили, спасибо – это все непредсказуемо. Это все может менять свой курс, это все попадает в какие-то лимиты собственные банковские или это неликвидно, то есть иногда просто невозможно вывести и до конца воспользоваться. Гораздо проще получать 1-1,5%. В живых рублях, чем получать 5 баллов, которые можно поменять на 3 рубля, но при этом вывести не больше 500 рублей. Короче, лучше всего использовать простой кэшбэк 1-1,5%. Но это в строгом смысле слова и не кэшбэк, если мы получаем как бы в милях. Но это программы лояльности, да, это какая-то бонусная Но принцип кэшбэка там идет. То есть ты получаешь их после того, как потратил. Это вот самый главный принцип. Это та же скидка, только наоборот. Вот, скидка дается тебе как обещание до или в момент совершения сделки, а это дается тебе чуть позже. Вот, поэтому лучше всего получать деньгами. Третий вопрос, который возникает сразу, а что использовать? Кредитную карту или дебетовую карту? Вот в начале становления всей системы кэшбэка в России выгоднее гораздо были кредитные карты. Кэшбэк по ним был намного выше, чем по дебетовым картам. Объясняется просто тем, что банк с определенной части людей, которые тратили деньги по кредитным картам и не возвращали в бесплатный период, в грейс период, деньги на кредитную карту зарабатывал проценты. И из ста человек двадцать у тебя не успели вернуть, ты что-то на них заработал. Ну, остальным восьмидесяти там, которые покрыли вовремя задолженность, ничего ты не заработал, но на двадцати ты заработал очень неплохо. Но сейчас ситуация изменилась, и дебетовые карты, кэшбэк по дебетовым картам стал очень конкурентоспособен. Иногда даже он круче, чем по кредитным картам. В этой связи, конечно, для рационального потребления лучше использовать дебетовую карту. Это твои деньги, которые ты можешь потратить без боязни залезть в какой-то долг и платить какой-то процент по этому долгу, и еще сверху получить кэшбэк. Более того, почему это интересно, потому что ты можешь эти деньги держать на накопительном счету, получать там какие-то проценты на свои деньги, и использовать деньги только в момент покупки, переводить с накопительного счета, допустим, с ежедневным процентом на дебетовую карту. Еще важный момент, он такой может быть психологический, но когда ты тратишь деньги с кредитной карты, тратишь деньги банка, и он кэшбэком возвращает сам себе деньги, а не тебе. Это такая хитрость. С дебетовой карты, когда ты тратишь, он прямо тебе перечисляет твои деньги. Поэтому, конечно, тут удобнее и комфортнее тратить с дебетовой картой, и это еще очень сильно снижает импульсивность покупок, просто потому что это дебетовая карта. У меня сразу же здесь появляется вопрос, как в целом лучше жить на дебетовой карте или кредитной, но это, наверное, другая тема, мы сейчас в нее прямо углубляться не будем. В целом лучше по дебетовой. Кредитные карты – это сложный инструмент, поэтому к нему нужно подходить с уже уверенным финансовой культурой. Еще один маленький момент – кэшбэк по тратам в иностранной валюте. Не окупится никогда. Можно про это забыть просто. То есть, если мы выезжаем за рубеж… Ты имеешь в виду про переводы дальше, которые по курсу идут? Нет, все комиссии, которые возникают, если тратим за рубежом деньги. Сейчас это может быть не так актуально, но даже если кто-то предлагает повышенный кэшбэк на траты за границей – нет. Это вряд ли когда-то окупится. Это обычно очень-очень затратная операция, поэтому вряд ли кто-то сможет возместить вам эти расходы. Категории. Ну, вот тут общего ответа нет, использовать категорию или нет. Я считаю, что может сложиться такая ситуация, что именно именно в определенный момент понадобилась определенная категория, и можно получить этот кэшбэк. Обычно нужная категория, знаешь, приходит на следующий месяц. Это как раз тема того, что при помощи кэшбэка еще собирают данные… Ну, при помощи покупок, точнее, собирают данные о покупателях, что я вот только оплатила авиабилеты, и на следующий день мне говорят, что вот на следующий месяц вы можете выбрать категорию авиабилеты. Я думаю, где вы были вчера? Ну, и вот в части главного лайфхака по поводу кэшбэка нужно задаться вопросом, а что мы с ним делаем? Если мы кэшбэк отправляем на следующее потребление, то, как правило, теряется вообще весь эффект. У него смысл. Да. Почему? Кэшбэк – это 1-1,5%. А сколько, если посчитать, у среднего покупателя, или потребителя, правильно сказать, уносят импульсивные покупки? Ну, вот шел я по магазину, и захотелось мне взять кроксы новые, как мы в прошлый раз обсуждали. Почему кроксы? Что за темы кроксы? Не знаю, просто это странный товар, и я не понимаю, как конкретно потребителя кроксов. Ну, допустим. Либо там шоколадку, либо еще что-то. Пусть это стоит там 1,5-2 тысячи рублей. Если мы рассматриваем среднюю зарплату по России, 70-80 тысяч рублей в месяц, то это уже гораздо больше 2%. Получается, что за счет одной импульсивной покупки нивелируется весь эффект от кэшбэка. Поэтому кэшбэк, он будет особо интересен тем, кто вот прям очень себя может контролировать хорошо, и полученные от кэшбэка деньги, а откладывает в инвестиции. Вот я призывал бы делать это таким образом. Прямо вот сумму кэшбэка, которая поступила, отправить на инвестиции, в какие-то фонды, акции, что-то такое, что нельзя было бы забрать ее минутно, там, завтра на очередную импульсивную покупку. Слушай, мне кажется, это очень такой нужный лайфхак, потому что здесь мы сразу же снимаем вот эту историю с мгновенным удовлетворением. То есть нам не так важно, сколько мы вот сейчас конкретно получим рублей тысяч этого кэшбэка, потому что мы знаем, что мы это отложим, и тогда мы больше фокусируемся на том, действительно ли нам нужна эта покупка, это снижает импульсивность, как там выгоднее, что где взять. И здесь действительно вот эти вот психологические механизмы, за счет которых действуют, ну, маркетинговые инструменты кэшбэка, они, получается, снижаются. Да. То есть когнитивные искажения. Да. Если мы уйдем от импульсивности, мы уже начинаем потреблять разумно. Но главный ответ – это рациональное потребление. Поэтому выбирайте разумно категорию кэшбэка. Вот. Но в целом пользуйтесь кэшбэком, и в идеале кэшбэк этот переводить в инвестиции. В идеале разумно потреблять и инвестировать, а кэшбэк не должен стать психологическим барьером на пути к разумному потреблению. Да. Если есть какая-то новая категория с невероятным кэшбэком, это вообще не значит, что нужно туда сломя голову нестись и делать импульсивную покупку. А если есть маленький, но стабильный поток денег ежемесячно дополнительный, то лучше его переводить в инвестиции. Да. Не дайте себя обмануть. Адьос. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok